Гигантский шторм, известный под названием «Большое красное пятно», является одной из главных визитных карточек Юпитера. Его возраст остается загадкой. Первое документально подтвержденное сообщение о наблюдении шторма датировано в 1831 году. В то же время известно, что еще в 1665 году Джованни Кассини сделал пометку о том, что заметил на Юпитере некое постоянное пятно. Забавно, но в те времена многие астрономы полагали, что пятно имеет твердую природу. Однако теперь нам известно, что «Большое красное пятно» представляет собой гигантский шторм. Вернее, это не совсем шторм. Ведь штормы – это циклоны. Это скорее антициклон. Это область устойчивого повышенного атмосферного давления, располагающаяся между циклонами и связанная с сухой, малооблачной погодой. Антициклоны – это не просто вихри, вращающиеся в другую сторону. У них разная динамика, происхождение и эволюция. Антициклоны, например, имеют тенденцию быть гораздо более долгоживущими не только на Юпитере, но и на Земле. Субтропические антициклоны над океанами, например, – это постоянные образования, которые перемешиваются с проходящими циклонами, но в целом не рассеиваются, разве что на время. Позже неизбежно возрождаются. «Большое красное пятно» – конечно, совсем не такой антициклон, а он больше похож на блокирующие антициклоны, возникающие в западном переносе в средних широтах. Они образуются в результате хитроумной динамики и существуют многие дни и недели. Размеры антициклона Юпитера просто колоссальны – от 24 до 40 тысяч километров в длину и от 12 до 14 тысяч километров в ширину. Пятно расположено примерно на 22 градусов южной широты и перемещается параллельно экватору планеты. Кроме того, газ в большом красном пятне вращается против часовой стрелки с периодом оборота около 6 земных суток. Скорость ветра внутри пятна превышает 500 километров в час. По сравнению, наши земные ураганы не более чем легкий ветерок на пляже. Однако в центре пятна, как и в земных ураганах подобного типа, вполне спокойная погода. Верхний слой облаков большого красного пятна находится примерно на 8 километров выше верхней кромки окружающих облаков. Температура пятна несколько ниже прилегающих участков и составляет около минуса 160 градусов по Цельсию. Красный цвет большого красного пятна пока еще не нашел однозначного объяснения. Однако есть две версии. Первая говорит нам о том, что пока ураган находится на одинаковой высоте с общей поверхностью верхнего края атмосферы, он имеет белый цвет. Но когда его мощность увеличивается, вихрь поднимается несколько выше общего слоя облаков, где ультрафиолетовое излучение Солнца химически изменяет цвет, придавая ему красноту. По другой же версии, такой цвет придает пятну химические соединения, включающие преимущественно фосфор. Между тем, это дает ключ к пониманию, почему пятно отделилось от остальной массы и подобно капле масла, скользит по воде, вращаясь с большой скоростью, что очень даже логично. Теперь попробуем разобраться, каково происхождение этого пятна. Большое красное пятно, вероятно, появилось одним из двух способов. Это мог быть восходящий поток газа, добравшийся до стратосферы и завернувшийся в клубок, из-за чего и получился вихрь. Если восходящий поток может добраться до достаточно стабильного слоя атмосферы, он также может распространяться горизонтально. А когда такой поток распространяется горизонтально, на такой быстро вращающейся системе, как Юпитер, то это распространение приводит к образованию вихря. Рассмотрим другую возможность. Стройное течение в атмосфере потеряло стабильность. Начались волновые колебания, и когда амплитуда волны увеличилась до определенного предела, она распалась, образовав небольшие вихри, которые затем объединились. Для сравнения, на Земле над океаном можно практически точно сказать, в каких местах под вами будут острова, поскольку, как правило, над ними будут висеть облака. Но на Юпитере нет твердой поверхности, это по сути шар жидкости. Не существует разница нагрева между континентами и островами. Именно поэтому на Юпитере существует набор очень хорошо организованных струйных течений. А если есть такие течения, то вихри появляются естественным образом. Известно, что в центре большого красного пятна высокое давление, но его газы почему-то не вылезают по горизонтали со всех сторон. Так что же мешает газам вылезать сверху и снизу? Считается, что сверху большого красного пятна есть плотная холодная часть атмосферы. Именно эта дополнительная плотность и толкает газы большого красного пятна обратно вниз. А под большим красным пятном должно быть тепловое плавучее атмосферное дно, мешающее высокому давлению в центре выталкивать газы из большого красного пятна вниз. Наконец, мы подошли к главному вопросу, почему большое красное пятно не распадается. Но на самом деле, нам лишь так кажется. 12 июля 2017 года космический корабль Джуно совершил самый близкий в истории пролет к большому красному пятну Юпитера, знаменитому антициклонному шторму, размеры которого превосходят любой другой вихрь в пределах Солнечной системы. Полученные в результате снимки являются также самыми детальными изображениями большого красного пятна из всех, которыми располагают астрономы. Именно благодаря им удалось узнать любопытную подробность. Возможно, многовековому шторму скоро придет конец. Как мы знаем, большое красное пятно не является неизменным образованием. Шторм эволюционирует, его форма и размеры постепенно меняются. В начале прошлого века пятно имело ярко выраженную овальную форму. Его длина вдоль наибольшей оси составляла 41 тысячу километров, а ширина 14 тысяч километров. В те времена внутри пятна могло свободно уместиться аж три планеты размером с Землю. Однако с тех пор шторм существенно уменьшился в размерах. В начале 80-х его длина вдоль наибольшей оси составляла 23 тысячи километров. В 1995 году – 21 тысячу километров. В 2009 году – 18 тысяч километров. Весной прошлого года – 16 тысяч километров. При этом форма шторма сменилась с овальной на почти круглую. Как оказалось, оно постепенно уменьшается в размерах еще с конца 19 века. Более того, исследование показало, что недавно большое красное пятно начало смещаться на запад еще с большей скоростью, хотя до этого его дрейф был равномерным. Раньше считалось, что по мере уменьшения площади шторма, скорость ветров внутри него должна возрастать. Но, судя по всему, имеет место иной процесс. Вместо того, чтобы наращивать скорость, шторм вытягивается, увеличивая свою высоту. Не остается неизменным и цвет шторма. Не исключено, что вскоре его придется называть большим оранжевым пятном. Ведь, начиная с 2014 года, он начал приобретать именно такой оттенок. По одной из версий, это связано с переносом в верхние слои атмосферы веществ, придающих пятну характерный цвет. Похоже на то, что там они подвергаются воздействию более интенсивному ультрафиолетовому излучению и меняют оттенок. В целом, исследователи пришли к выводу, что в ближайшие 10 лет мы можем ожидать каких-то стремительных изменений в форме и поведении большого красного пятна. Не исключено, что знаменитый шторм может стихнуть прямо на наших глазах. А возможно, он уже исчез. Нужно срочно проверить. Конечно, кроме красного пятна, на планете Юпитер имеются и другие подобные образования. Они формируются в разных областях и могут существовать десятилетиями, постепенно исчезая. Иногда они сталкиваются между собой или даже с большим красным пятном, и тогда его яркость могут меняться. Но вот что интересно, самые долгоживущие вихри образовываются в южном полушарии планеты. А вот почему это так, до сих пор не ясно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok